Вы еще о боевых комарах забыли упомянуть, не только о грязной бомбе. Вообще действительно, конечно, вы правы, очень похоже это все на заявление от отчаяния, вот даже взять этот шантаж зерновым коридором. Неужели они надеются, что Эрдоган просто так пропустит вот эту пощечину такую, да, политическую? Вряд ли. Александр, ну нельзя не отметить, что украинский генштаб не берет, никак не комментирует все эти хлопки, которые происходят и в Крыму, и в Белгородской области, например. Но мы же можем обсудить закономерность, что по мере поступления все новых и новых видов вооружения от наших партнеров, количество этих хлопков, в общем-то, увеличивается, да. Сейчас вот говорят, что на поле боя у нас появились уже американские дроны Switchblade 300. Действительно, уже они есть у нас на вооружении, и расскажите тогда поподробнее о них, насколько они нам могут быть полезны. Switchblade 300, да. Более того, мы ожидаем Switchblade 600. В чем отличие? Отличие в том, что Switchblade 300, он поражает легкобронированные цели и более цели с живой силой противника. Switchblade 600, он имеет большее количество взрывчатого вещества, соответственно, больше боезаряд, и, скажем так, радиус поражения, он предусмотрен более для уже бронированных целей, там таких как танки, бронемашины, либо какие-то там позиции более укрепленные противника. То есть, в принципе, Switchblade 300 они использовались уже и раньше, они неплохо себя зарекомендовали. Это дрон Камикадзе, который летит на расстояние приблизительно 20 километров, способен поражать цели в этом радиусе, ну и, соответственно, в принципе, дистанционно поражать цели противника. Switchblade 600, его радиус поражения до 40 километров, он, в принципе, может разрушать танки, бронемашины. И это достаточно, скажем так, эффективное вооружение. В каком плане? Дело в том, что вы получаете фактически барражирующий боеприпас, который дает возможность на уровне с какими-то артиллерийскими снарядами то же самое выполнять такие функции. Единственное, что для артиллерии вам необходимо, естественно, провести фактически развертывание сил, машин, гаубиц и так далее. А здесь вам достаточно просто двух людей, как правило, одного оператора, который это запускает, потом контролирует поражение и все. То есть в этом плане ими можно вооружать даже, скажем, не просто артиллерийские подразделения, а любые пехотные подразделения, десантников и так далее. И в этом, конечно же, они достаточно эффективны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok